В начале января на экраны вышел семейный фильм «Чебурашка» 6+, Дмитрия Дьяченко. Комедия побила рекорды по сборам среди отечественных картин. Как сообщает телеканал «Панорама ТВ», входящий в медиахолдинг «Тверской проспект», россияне уже потратили на билеты более трех миллиардов рублей. В чем успех картины и каких хотят видеть героев, на больших экранах страны тверские зрители, выясняла наша съемочная группа. В основе сюжета «Чебурашки» возрастное ограничение 6+, история о неизвестном науке-зверьке, попавшем в приморский город России и познакомившемся с садовником дяди Гены. Эту роль исполнил Сергей Гармаш. В фильме также приняли участие Елена Яковлева, Федор Добронравов и Артем Быстров. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина. Благодаря интересному сюжету и актерской игре, семейная комедия о маленьком. Герою тверскому зрителю очень понравилось. Мне нравятся больше советские мультики, что-то такое, а не вот это, что показывают в последнее время. Но вот фильм «Чебурашка» понравился. Почему? И поплакать можно, и посмеяться, и детям нравится. Сюжет хороший. Для российских кинодеятелей образовалось широкое поле для работы, поскольку на рынке появился вакуум, который следует заполнять отечественными лентами. Наш зритель соскучился по картинам, которые затрагивают темы семьи, любви и дружбы. Уж очень устал народ от убийств и насилия на большом экране. Мне нравится, которые раньше фильмы были. Мне очень нравится. Ну и сейчас тоже современные, тоже фильмы хорошие. Которые, где нет убийства, где нет разврата, там все вот это прочее. Ну, мне кажется, не хватает патриотизма, военные темы, прошлые какие-то подвиги более широко показывать. Не знаю еще что. А с вашей точки зрения, что можно запретить не показывать? Насилие. Какая-то цензура должна быть все равно. Ориентироваться в выборе тем и героев в любых произведениях надо в первую очередь на детскую и молодежную аудиторию. Уверена взрослая часть участников нашего опроса. Мне кажется, что основное направление должно касаться именно молодежи. То есть воспитание молодежи. Потому что сейчас очень много людей подросткового возраста не имеют никаких ценностей, так сказать можно. У них самое основное это получать удовольствие от жизни. То есть родители, кто не смог привить любовь к ценностям, к историческим, вот такие как раз фильмы или художественные произведения должны эту любовь прерывать, я считаю. Я считаю, у нас сейчас не хватает доброты. Нужно больше показывать каких-то положительных персонажей, что доброта она есть, никуда не ушла. Как правильно сказал мой муж, нужно порицать сейчас гедонизм, что надо все-таки жить не только для себя, но жить и для своей отчизны, для своей страны, своего города. И показывать, что наши люди способны на хорошие, добрые поступки. И такие на самом деле есть. Впрочем, как выяснила наша съемочная группа, молодое поколение также жаждет появления положительных исторических и лирических героев в российском культурном пространстве. Мне всегда интересно смотреть за персонажами примерно моего возраста или, может быть, чуть старше, которые сталкиваются с какими-то проблемами в жизни, но которые находят какое-то сильное окружение, людей, которые помогают им пройти через какие-то жизненные невзгоды. Таким запросом и объясняется появление немного забытых героев, таких как Чебурашка или Умка. Они попадают в самое сердце тверского зрителя, объединяют семьи и учат жить в любви и по совести. Кстати, с 12 января «Белый медвежонок» по имени Умка, созданный режиссерами Владимиром Пекарем и Владимиром Поповым на студии «Союзмультфильм» аж в 1969 году, снова оживет на экранах кинотеатров. Возрастное ограничение 0+. Увидеть историю отважного героя, самые добрые повествования о бескрайнем севере, его обитателях, можно в киноконцертном зале «Панорама». Возрастное ограничение 0+. Совместный поход в кино подарит много положительных эмоций и, конечно, возможность побыть вместе со своими детьми. О других картинах, которые вы сможете посмотреть в киноконцертном зале «Панорама», узнаете в пятницу, 13 января, в нашей традиционной рубрике, рассказывающей о премьерах в кино. Субтитры создавал DimaTorzok